Всем привет, с вами Анастасия Кадетова. Давайте обсудим главные новости 9 апреля. Продолжаются паводки в Оренбургской области. Расскажу все, что известно к этому часу. Следственный комитет обвинил должностных лиц США и НАТО в организации терактов России. О Лилии Чанышевой ужесточили приговор с 7,5 до 9,5 лет. В Оренбургской и соседних областях ситуация с паводками остается тяжелой. Уровень воды в Орске постепенно снижается. В середине дня он составлял 914 см, что все равно очень много. В городе настоящий хаос. Появились мародеры, которые грабят магазины и покинутые дома. Власти настойчиво призывают эвакуироваться, но некоторые боятся оставлять имущество. Люди не рассчитывают на компенсацию от государства. Мы не уедем с домов мародера. Мы будем до последнего. Вы говорят, вы эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас в наглую растаскивают. Нас залазят. Красно-белые обворовали. В дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители подходят и просто обворовывают дома. Если из Орска вода постепенно уходит, то в Оренбург наоборот прибывает. Река Урал достигла уровня 9 метров. И в ближайшие дни воды в городе станет еще больше. Паводок зашел и на территорию Курганской области. Там уже начали эвакуацию. Переместили порядка 700 человек. Из них 100 детей. И местные жители сами как могут пытаются справиться с катастрофой. В Оренбурге мужчина пытался перекрыть водоотводные трубы мешками с песком, чтобы защитить свой микрорайон от паводка. Жители Солнечного не один раз обращались к администрации и МЧС, но никакого ответа на свои запросы не получили. И решили действовать сами. Мужчину, который пытался заблокировать водоотвод, задержали. На самом деле, пользы от таких действий мало. Более того, из-за перекрытия трубы могли сильно пострадать люди по соседству Солнечным. Но горожане пытаются принимать хоть какие-то меры, когда власть бездействует. Тех, кого успели эвакуировать из Орска, разместили в пунктах временного содержания. Чаще всего это школы. Комфортными эти условия сложно назвать. Так выглядит пункт в школе номер 13. Спальных мест на всех не хватает. Кто-то спит на полу. В пункте дежурят волонтеры, врачи и МЧС. Среди постояльцев очень много детей и пожилых людей. Людей спасали и расселяли в спешке, несмотря на то, что власти были в курсе грядущих паводков. Журналисты обнародовали документы, с которого видно, что чиновников предупреждали об опасности за месяц. И если бы власти отреагировали вовремя, можно было бы избежать с такого масштаба катастрофы. Но тут весь вопрос в приоритетах. Человеческие жизни могут подождать. А вот реагировать на протесты нужно молниеносно. Вчера жители Орска собрались перед администрацией на митинг, несмотря на пугалки от местной прокуратуры. И мэрия пошла на уступки. Сначала пообещала увеличить компенсации до 100 тысяч, потом и вовсе возместить стоимость жилья. Это заявил мэр Орска. Хочется надеяться, что обещания он исполнит. Хотя он же за два дня до прорыва дамбы обещал, что она выдержит напор воды. Давайте подытожим. Власти знали об опасности наводнения. Знали, что затопят тысячи домов и людей надо будет эвакуировать. Но в очередной раз оказались не готовы. Вместо разумных действий пытаются скрыть, спрятать, запретить снимать на телефон, разогнать недовольных. Об этом сегодня написала и Юлия Навальная. Еще она говорит о том, что Путин тоже ведет себя как обычно. Так и есть. Он не приехал на место теракта в Крокусе, а теперь не собирается приезжать и в Оренбург. Песков говорит, что хоть рядом Путина и нет, но в мыслях он постоянно с народом. В теме, как он выразился. Видимо, у президента есть дела поважнее, чем крупнейший теракт или крупнейшее за 30 лет наводнение в российском регионе. Российские власти продолжают доказывать украинский и американский след в теракте в Крокус-Сити-Холле. Две недели назад группа депутатов отправила запрос в Следственный комитет, в котором они просят проверить США и НАТО на причастность к терактам в России. Перечислили все, что вспомнили – Дугину, Татарского, Прилепина, Северные потоки, Крымский мост и атаки на Белгород. Копию обращения отправили также в Министерство юстиции США, Франции, Германии и Кипра. Но впечатлил документ только российских силовиков. Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию «Бурисмо Холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации. Следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами. Интересный факт. До 2019 года в Совет директоров «Бурисмо Холдинг» входил сын президента США Хантер Байден и огреб из-за этого неприятностей и обвинений в коррупции в США. Теперь на этом факте явно будет спекулировать российская пропаганда. А вот новость, после которой можно поверить в проклятие и порчу. Стала известна судьба мальчика, которого 18 лет назад поцеловал в живот Путин. Его зовут Никита Конкин, детство он провел в Коломне, а потом переехал в Рязань. Никита поступил в военно-учебный центр при Радиотехническом университете. И, судя по единственной доступной взрослой фотографии, уже стал преподавателем этого центра и готовит военных. Но достоверно неизвестно, какую роль в его судьбе сыграл поцелуй Путина, который, кстати, начиная с 2001 года, успел на публике поцеловать уже 29 чужих детей, а своих ни разу. Порой бывает сложно отличить игру от реальной жизни. В Нижнем Тагиле спецназ ворвался в компьютерный клуб. Геймера оторвали от игры и положили лицом в пол. СМИ цитируют очевидца. По его словам, прямо в этот момент парень играл в Counter-Strike за террористов. Но, конечно, задержали его не за это. Официальной информации за что именно, пока нет. А вот человека, который на пешеходном переходе насмерть сбил поэта Льва Рубинштейна, практически оставили без наказания. Суд признал Александра Димова виновным, но назначил ему 1 год и 8 месяцев условного срока, а также запретил управлять автомобилем в течение 2,5 лет. За последний год Димов 19 раз нарушал правила дорожного движения. Смертельное ДТП произошло 8 января, а поэт скончался в больнице спустя 6 дней. Моя бывшая коллега Лилия Чанышева никого не убивала, а занималась реальной политикой. Расследовала коррупцию ради Хабирова, участвовала в выборах, защищала интересы людей. Это в глазах власти куда более страшное преступление. Сегодня Верховный суд Башкирии ужесточил ей срок 7,5 до 9,5 лет. Лилия Чанышева за решеткой уже 2 с лишним года. В описании к этому ролику указан адрес. Поддержите ее, напишите ей письмо. Поселок Климово в Брянской области сегодня был обстрелян ВСУ. Погибли женщина и 12-летний мальчик. Еще несколько человек были ранены. Выбиты окна в здании, где несколько детей занимались английским. Каждая такая атака по мирным жителям – это военное преступление, независимо от того, кто его совершает. Но остановить гибель людей по обе стороны границы можно только остановив войну. Но тот, кто развязал ее, Владимир Путин, кажется, хочет воевать вечно. Важные истории выяснили, что в целом ряде женских колоний идет вербовка. Иногда в обмен на помилование, иногда за условно-досрочное освобождение. В таком случае требуют подписывать контракт не на полгода, а до конца войны. Еще прошлой осенью это происходило в Пермском крае, Мордовии, Ивановской и Владимирской областях. Одна из бывших заключенных рассказала изданию, что многие готовы заключать такие контракты, лишь бы вырваться из бесчеловечной системы ВСИН. Это были главные новости вторника, 9 апреля. Спасибо, что были с нами. Отдельное спасибо за лайки и комментарии. И огромная благодарность нашим спонсорам на Патреоне Популярной Политики. Сейчас вы видите их имена и ники. А ссылка на Патреон, каналы в описании к этому видео. Увидимся завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!